В том, что будущее предсказуемо, человечество всегда было уверено. Больше того, пророчество как явление доказано лучше всего. Пример астрология. Она родилась, как только человечество стало осознавать себя и задумывалось о своём прошлом и своём будущем. В этом хранилище Российской национальной библиотеки все книги редкие, потому что первопечатные, но есть абсолютные уникаты, то есть существующие в единственном экземпляре. Вот это Астролябия Иоанниса Ангелуса 1488 года. Ещё несколько экземпляров хранятся в других европейских библиотеках, но вот это, напечатанное на коже, не имеет повторов и хранится только в Петербурге. Она принадлежала графу Сухтелену, герою войны 1812 года. Наш календарь с 15 века изменился. И для того, чтобы сегодня воспользоваться Астролябией Сухтелена, нужно учесть несколько погрешностей. Но если это сделать, то пособие, в своё время слывшее главным в Европе, будет работать идеально. Знаменитый психоаналитик Карл Юнг считал, что астрологии нельзя научиться. Астрологи вырастают как цветы и как дети. И напоминал, что в мире не существует единственно правильной астрологии. Было время, когда медицина была тесно связана с астрологией. Астрология была чем-то вроде функциональной анатомии и эритмологической физиологии. И если современная наука расчленяет человека на психику и тело, то астрология начинается с того, что признаёт человека единым микрокосмом. Вот это анатомический атлас итальянского доктора Иоганна Кеттема. На нём видно, что каждым органом человеческого тела управляет космос в лице зодиака. Потому что космос, он в каждой живой клетке. Причём не на уровне терминов и понятий, а мистически. В целом, астрология всегда неправа. Не похожа на своё себя и всегда отличается от того, что мы пытаемся о ней думать. Но нравится нам это или нет, астрология в чистых руках всегда работает безупречно. Во всяком случае, так считал Карл Юнг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok